Команда КВН их разыскивает милиция. Сегодня на слуху у всех рязанцев. В игре они уже более 10 лет. Шутки и миниатюры, конечно же, имеют свой неповторимый стиль. Носить погоны и рассмешить зрителя нужно уметь. Я причислен к лику святых. Все бабушки района на меня молятся. Врачи шутят про врачей, учителя про учителей. Сфорники полиции показывают миниатюры про сотрудников полиции. В должной степени гротескно, выпячивая где-то недостатки, то как не должно быть. Бомарше, я все время говорю, что он вечен. Если бы я не смеялся над собой, мне пришлось бы заплакать. К сожалению, не каждый обладает чувством юмора. Но вот у участников КВН его не отнять. Именно они поднимают нам настроение своими шутками. Но те, кто в КВН играют, уверены. Прежде всего, игра помогает думать. Нет дураков с чувством юмора. Я все время так говорил и буду говорить. Потому что это очень умная игра. Придумать шутку, написать шутку, показать шутку, вызвать ответную реакцию. Это очень сложно. И вообще, я отношу это к достаточно благородной миссии. Почему? Потому что заставить человека улыбнуться, вызвать ответную реакцию, улыбку. Это очень-очень сложно. Команда их разыскивает милиция. Является сильнейшей командой силовых структур, трехкратным чемпионом Лиги КВН «Подъем», финалистом и призером Центральной лиги. А за время существования команды сменилось пять составов и прошло через нее 200 человек. Те, кто прошел горнило игр КВН, не может поопределению быть плохим человеком. Вот у меня есть такая формула, что тот человек, который так или иначе играл в эту великую игру, он изначально для меня, уже как бы я на него смотрю с положительным восприятием. 20 ноября команда «Их разыскивает милиция» выступит в рамках осеннего Кубка КВН и не просто обрадует зрителя очередной порцией свежего юмора, но и подарит целый гала-концерт. Ведь показать и рассказать этой команде действительно есть о чем.